Наша истинная национальность – это человечество, говорил еще в начале прошлого столетия английский писатель Герберт Уэллс. В современном мире, где не утихают межнациональный конфликт, и такое определение кажется утопией, но стремление к нему – главная миссия каждого гражданина и государства. Как держать на пульсе жизнь религиозных объединений и содействовать их развитию, обсудили на очередном заседании Совета по делам национальностей. На встрече представители районов и городов республики обсудили несколько важных тем. Завершена регистрация национально-культурных и религиозных объединений. На сегодняшний день их в республике более трехсот. За 2016 год в их ряды встали еще восемь организаций, но были и те, которые числились только на бумаге. Исключены местная религиозная организация «Евангельский христиан» – «Часовня на Голгофе» города Чебоксары, местная религиозная организация «Хак» города Канаж – Дум Чувашской республики и Чувашская республиканская общественная организация «Таджикская диаспора». Основаниями для исключения данных организаций послужило то, что они уставную деятельность не вели, отсутствовали члены организаций, не представлялась ежегодная отчетность, организации не информировали управление о смене адреса и не соблюдали требования собственных уставов. В Чувашии проживает 128 национальностей и 8 этнических групп. Умение дружить, уважать и слушать – это основа, на которой держится любой мир. Комсомольский район достойный пример для подражания. На протяжении многих лет здесь живут люди разных национальностей, но татар, конечно, больше. В соседнем Батаревском районе такая же ситуация. На заседании обсудили деятельность религиозных объединений мусульман. Вот грамотное взаимодействие в этих вопросах и определение угрозы на начальной стадии стоит дорого. Возможно, в целях более тесного взаимодействия уместно вести речь об объединении двух районных газет. Татьяна Филатова, Сергей Адушкин, Республика.